Привет! Привет! Как дела? Хорошо. Расскажи, пожалуйста, сколько тебя еще могут клиенты увидеть в Пукет-Вейк-Парке? В этом году буду до 21 декабря проводить кэмп и потом вернусь сюда 10 февраля снова. И до мая буду здесь. Те, кто не может сейчас приехать в Пукет-Вейк-Парк, я уверена, они смотрят твой YouTube-канал. Расскажи, пожалуйста, немножко про него и про твои обучалки. Ну, идея сделать YouTube-канал появилась, когда мне ребята присылали какие-то обучалки и спрашивали, ну вот что-то я вот не могу понять, можешь что-то подсказать на английском языке. Ну, я такой думаю, блин, ну вот каждому отдельно так объяснять не очень удобно. Думаю, ладно, буду делать это на канал и для своих учеников. Ну, буду просто говорить им, вот пришел там какой-то человек, говорит, я там хочу рейли, хочу бакрол или любой другой трюк. Ну, я могу сказать сейчас просто вот просмотри теорию. Обычно он смотрит теорию и на следующий день, если мы пробуем это на воде, то это все очень легко получается. Но в том числе многие ребята мне в личку пишут, те, кто сейчас является уже подписчиками канала, что даже без моего участия, я просто посмотрел видео, пропустив его через себя, там, переспав с этой мыслью ночью, там, накануне посмотрел его, обычно на следующий день или даже через день у довольно большого числа начинает получаться. Пусть это не сразу идеальные уезды какие-то, какого-то трюка, но начинает получаться и приходит осознание. Поэтому я прям очень доволен результатом своей работы в плане отзывов людей всех, в основном положительные. Да, есть там какие-то легкие хейтинги везде, но это наоборот мне только помогает сделать еще лучше. Лучше, когда есть хейтеры какие-то, которые скажут, вот что-то тут не то совсем. Ага, ну окей, спасибо. Я это воспринимаю только как позитив для того, чтобы сделать еще лучше в следующий раз. Сколько всего у тебя обучалок сейчас? Ой, я не считал, но больше 50, точно не знаю, мне кажется, порядка 50-60. Как часто выпуски? Стараюсь выпускать каждые выходные по воскресеньям, но сейчас вот что-то был загруженный кемп, много людей, я вот сейчас прям просто не успел, но у меня уже сейчас весь материал есть для новой. В это воскресенье будет новая обучалка, будет с кереки, с кекерами. Ты известный трюкоголик. Что это такое для тебя? Потому что, насколько я знаю, ты каждый трюк пропускаешь через себя. Так и есть, я просто не употребляю алкоголь и наркотики, хотя многие могут подумать, что я там какой-то планокур, исходя из того, под какую музыку я люблю делать свои видосы. Вот, но как бы какие-то эндорфины и хорошие ощущения и эмоции я черпаю как раз от новых трюков. Любой новый увезенный трюк, он просто вызывает бурю эмоций. Это лучше, чем почти все. Расскажи немножко о своих клиентах. Насколько я знаю, у тебя география достаточно обширная. Ребята абсолютно разного уровня приезжают как от полных новичков, вот прям ноль, первый раз на воде. И это мне даже очень нравится, ставить новичков, потому что, как я уже рассказывал в своих обучалках для новичков, то есть за один день тренировки можно научиться довольно много. То есть можно научиться просто ехать левой-правой ногой, подпрыгивать, менять стойку, и это все уже за одну тренировку. Проще всего, когда с чистого листа. Но приезжают много ребят, которые уже прям какие-то серьезные трюки для соревнований готовятся. Это я прям вообще обожаю тренировать ребят, которые прям помощнее, потому что, ну, ты прям, даже много такое бывает, что я сам не прыгаю, не умею эти вещи. Я могу их подсказать, объяснить, и когда этот человек уезжает, такие-то вещи, это прям, ну, как будто ты сам уехал, даже еще лучшее ощущение. То есть это тот же самый трюкокализм, только, как бы, помноженный еще на успехи учеников. Я прям, ну, кайфую от этого. Работа мечты. Есть кто-то, какая-то персона, кого ты особенно хотел бы отметить? Успехи? Много ребят таких. Ну, вот прям, просто из известных, те, которые, которые вот прям на слуху. Ну, вот в России все знают Машу Волгину. У меня Коля часто просит ей подсказать какие-то моменты. Да, там, ее постоянный тренер, это ее папа. Коля Волгин очень толковый педагог, но всякие какие-то моменты, которые он сейчас, вот, например, сам не прыгает и говорит, ну, вот, посмотри, пожалуйста, Вован, там, ну, ты там вот эту фишку точно увидишь. И мне прям приятно, ну, вот, потренировать такого райдера. Какой-то сумасшедший накат. И ты просто, ну, вот, что-то говоришь, получается. Есть, как бы, куча ребят, которые, вот, уникальны по своему, как бы, такому, ну, что ли, талантливы. То есть, вот, бывает, ребята, вообще накат ноль почти. Ну, там, вообще минимальный накат. И какого-то другого вида спорта нет. Ну, какой-то совсем отстраненный. Не сноуборд, там, может быть, гимнастика когда-то далеко в прошлом. И ребятам что-то говоришь, и они прям, ну, вот, прыгают на порядок быстрее. Какие-то вещи, которые, ну, какие-то райдеры до них могли, там, тратить годы на уезд. Вот это тоже интересно. Ну, прям конкретно кого-то выделить очень сложно. Потому что, ну, как правило, все те, кто приезжают в кэмп, уезжают с багажом трюков. Я, ну, просто помню, как, когда я только начинал тренировать, это вот каждый трюк, там, какой-то бэк-ролл или рейли, ученик уехал. Я там хожу, прыгаю от радости. Сейчас уже, конечно, такого нет ощущения. Потому что, ну, это просто стал уже конвейер. То есть, ребята приходят, ну, у нас, как бы, почти каждый день какой-то что-то новый трюк есть. Там, будь-то на фигурах, будь-то на флете, когда у нас реверсный день. Здесь мы, как бы, в кэтвейк-парке, ну, в формате кэмпа у нас пятидневка. Суббота, воскресенье полный отдых для того, чтобы мышцы разгрузились. Ну, многие ребята не слушают мои рекомендации, все равно идут кататься в выходные. И, как бы, это сложнее потом быть свеженькими на новой неделе. Ну, у нас, как бы, вот в таком формате понедельник, среда, пятница у нас кольцо. Вторник, четверг у нас реверс. И, как бы, дозированная нагрузка идет. То есть, в пятницу, как правило, уже вот прям последние силы на кольце тратятся. И все, суббота, воскресенье надо полный отдых, массаж, покой, пляж, там, какие-то развлечения. Кто употребляет алкоголь, алкоголь. Но, допустимо, до воскресенья. В воскресенье, говорю, чтобы уже никакого алкоголя, чтобы на понедельник с полными силами и в бой к новым трюкам. Для того, чтобы выполнять трюки, необходим турник. Я видела у тебя в обучалках очень много турника. Ну, не все. Ну, далеко не все люди могут вообще даже подтянуться один раз. Ну, не все. Что ты делаешь, что у тебя люди хоп-хоп и начинают подтягиваться? Это же нереально. Да, это касается силовых трюков. То есть, это касается флет-трюков, в первую очередь. То есть, да, на флет-трюках нужно хотя бы научиться висеть на турнике. Этого достаточно. Если кататься в парке по фигурам, там даже и висеть не нужно. То есть, есть те люди, которые приезжают, и у них вообще нет цели флета. В таком случае мы на реверсе накатываем какие-то блайнды, какие-то олевые вращения, олитрешки, там различные вариации того, что можно было делать на фигурах. То есть, даже без флета. И там настолько сильная физическая форма не нужна. Я просто до поездки, обычно ребята, когда едут сюда, я просто рекомендую начинать разминаться турником. Даже если подтягивания не получаются, можно обратное подтягивание. На невысоком турнике подпрыгнуть и плавненько спустить. Подпрыгнуть и плавненько спустить, чтобы руки немножечко приходили в тонус. Потому что здесь, даже если кататься на кольце, не используя флет, даже на поворотах, можно довольно много сил терять. И поэтому, если руки вообще слабенькие, то это будет сложно, ну там, сложной задачей пройти несколько кругов. На кольце обычно мы катаемся, ну там, 4-5 кругов. Ребята катают, какое-то задание сходят, получают следующее задание, ну и идут снова на кольцо накатывать. И так вот тренировка там в течение двух с половиной часов на кольце у нас вот в таком формате продолжается. Вечером мы это разбираем. Этот видеоматериал я в это время нахожусь там на своем посту, снимаю. Какие-то ключевые моменты вечером мы в большой нашей дружной компании разбираем, смеемся с чего-то, с чего-то. Наоборот, вот бывает такое, что человек какую-то одну вещь делает, а довольно многие ребята из кэмпа хотят ее тоже попробовать. И пока я объясняю, в чем особенность этого трюка непосредственно тому, кто это делал. А остальные ребята это могут послушать, и на будущее у них начинает откладываться какая-то информация дополнительная. То есть у нас видеоразбор, я считаю, не менее полезным тренировочным процессом, как и непосредственно сама тренировка на воде. То есть видеоразбор даже в чем-то больше полезен, потому что ты можешь посмотреть на себя со стороны и осознать, что было действительно не так. Потому что часто кажется, вот я что-то говорю, а кажется, что ну нет, вроде бы я так делаю. И мне часто говорят, да не, ну я же вроде бы подтягивал там ручку, или я вроде бы присаживался. А со стороны, когда на видео это посмотришь, точно не присаживался. И мы начинаем с этим работать, над этим работать. Повтори, пожалуйста, когда твой следующий кэмп у Кетвейк-парки? Ну еще, сейчас не помню какая сейчас, по-моему третья смена заканчивается уже. И еще будет две смены, 4-5-я до 21 декабря продлится. И в 2019 году, по-моему с 11 февраля, начинается первая смена. И будет до 10 мая по смену каждые две недели расписана смена. Так что жду вас, приезжайте, прогрессируйте без травм, живите по фэн-шую и будьте счастливы! Спасибо. Спасибо. Спасибо.